Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас с вами видеообзор на робот-пылесос от KITWORD KT533. И давайте же его посмотрим, что же у нас ходит внутри. Обзор будет у нас с вами доскональный. Мы будем с вами смотреть всё везде, со всех уголков. Поехали! Вуаля! Такая огромная коробка, в которой плохо помещается. И вуаля! Наш с вами робот-пылесос. Конечно же, здесь вот разный гарантийный талончик, магнитик. Давайте всё посмотрим. Всё по очереди. Был, кстати, он не запакован, разрезан, всё выпадало само. Не знаю, почему. Может быть, скрытый был, может быть, нет. Так, вот такой у нас магнитик. Кстати, у нас уже такой есть, второй магнитик. Так, конечно же, журнальчики. Так, наверное, не той стороной. А вот коллекция какая есть. Можете собирать целую коллекцию. Карантийный талон. И твой подарок. То есть весы вы можете получить, если... Сделать обзор... Так, не знаю, короче, чего. Так, если инстаграм, то... А, то получается такую вот штучку. Да, наверное. Вот, если в Ютубе, то получается вот такую штучку. Я в прошлый раз делала в Ютубе кофемолку обзор. Я получила вот такую штучку в подарок. Вот, и в ТикТоке тоже такая же штучка. Подарок. Впрочем, вот так вот. Так, и давайте посмотрим с вами саму инструкцию. Здесь что-то лежит. Здесь... А, здесь лежит комплектация. Вот, то, что мы сейчас будем с вами тоже проверять, кстати. Так, здесь у нас все на русском языке. Причем оно само прям все на русском. Также есть небольшая рекламка. Здесь вот прям инструкция. Все разрисовано. Все написано. Че, куда вставляется. За кем, зачем, кому. И так далее. Так, у нас есть с вами вторая губочка. Такая мягенькая, запакованная. Есть зарядник. Вот. Есть контейнер для того, чтобы воду наливать. Сюда наливается водичка. И вроде как он должен быть даже два в одном. Это мы с вами проверим. То есть два в одном. Это он одновременно и пыль собирает, и моет. И это, на самом деле, очень классно. То есть не нужно вам включать пылесос отдельно помыть. Вернее, отдельно пропылесосить, потом отдельно помыть. Это все очень сложно. Тут уже сразу губка прицеплена. Давайте его посмотрим. Да, наверное, вот он, контейнер. Сюда собирается вся пыль. А вот, кстати, резиночки. На резиночках он нацеплен. С водичкой. А еще и липучки. На липучках еще добавлю. А тут вот для подачи воды. 300 миллилитров. Целых 300 миллилитров. Представляете, это классно. В другом пылесосе я смотрела 50 миллилитров. Но это ни о чем. 300 это все-таки побольше. Такой. Так, ладно, вот это мы вытаскиваем. С вами посмотрели. Пульт. Такой пульт. Обычненький. Маленький. Компактный. Так, сама база здесь, она беленькая. Не знаю, мне кажется, это не очень хорошо, что она беленькая. Она быстро затрется, быстро запачкается. А здесь даже, смотрите, штекер втыкается. И чтоб вот он ровненько стоял, не мешал. То есть, даже штучка. Чуть-чуть порвала там почему-то. Ножки даже имеются, на которых она стоит. Давайте открывать. В смысл. Что через пакет мы с вами сегодня все смотрим. То есть, прям такая. Ножки резиновые, прорезиненные. Кстати, классные. Будет устойчиво стоять. Она хотя бы не съедет. Нажимается. Такая классная штучка. Так. Сам какой-то фильтр. Не знаю, там посмотрим, для чего он. Руба-пылесос. И под ним, смотрите, под ним уже находится щеточка сама. Вот она. Мягкая, кстати, такая классная. Мягкая-мягкая. Еще два усика дополнительных. Эль и Ре. Видимо, левый и Ре. Правый, Равый. Так. Такая штучка. Это чтобы волосы с этой стороны вытаскивать из тех щетинок. Тут, чтобы чистить. Тоже, кстати, очень мягкая. Так, здесь у нас все, по-моему. Да? Супер. Агроменное коробище. Коробку мы с вами убираем. И, конечно же, сам робопылесос. То, ради чего мы здесь с вами собрались. Ой, тяжеленный. Здесь у нас резиновая такая штучка. Колесики. Смотрите. То есть, довольно вот высоко они находятся. То есть, он, наверное, может хорошие преграды преодолевать. Усики. Другие усики в нем уже заранее одеты. И, по всей видимости, они, наверное, снимаются болтами. Они прям тут болтами прикручены. Тут вот колесико. Здесь какие-то штучки. Тут у него глазики какие-то. Какие-то глаза, как на эти, похожи на какого-то паука гигантского. То есть, вот он бампер сам. Опа. И вот он, пылесос. Фух, тяжеленный, честно, тяжеленный. Давайте попробуем его открыть. Оп. Кстати, очень легко снимается над ним нажатием. И, на самом деле, очень классно то, что она отдельно стоит. То есть, вы сняли все. Не вот вы открываете крышку, потому что я читала отзывы. Там он может сломаться, если вода туда попала внутрь, там что-то залилось. Бывает такое. Поэтому я решила брать, чтобы это было все отдельно. Так, здесь уже один фильтр стоит, я вижу. Открываем. Ой, мамочки, что там отваливается. Так, а, ну вот, еще один здесь прочищающий. Это которые фильтры, видимо, можно будет мыть. Мыть, промывать, чистить, менять, может быть. А вот, господи. Вот он, снимается. Вот, то есть, вот он, пылесборник весь. Уже там с какой-то пылью чуть-чуть даже. Вот, то есть, сам пылесборник. Хорошо одевается, снимается этот бампер. Видимо, вот эта вот штуковина с кнопочкой, если он у вас сломался, то, наверное, можно вот эту вот часть поменять, потому что там вроде бы она есть. Здесь с этой стороны зеркальнее, очень красиво выглядит. Здесь тоже колесико дополнительное. Ну, здесь, кстати, можно его прям промыть, если у вас что-то остается. Просто в водичку залить, потом промыть и все. Ну, не очень на вид удобно, конечно. Вот. Так, что у нас находится там? Давайте посмотрим. Этого нам никто никогда не показывал. Сколько мы с вами обзоров видели. Это выглядит все вот так. Оделается. Довольно, кстати, легко одевается. Я первый раз в жизни, честно, с вами снимаю. Так. И... Щетка. Так, давайте посмотрим сам пульт. Батарейки, я знаю, что в комплект не входят. Здесь, смотрите, у пульта две даже такие лампочки. Лампочки. Мизинчиковые. Так, вставила я мизинчиковые батарейки, нашла. Он тут же сразу включился. Пульт. Так, все. Пульт у нас работает. Здесь. Но самое главное, конечно, самое главное, то, что тут есть еще два дополнительных усика. Это очень-очень классно. Не во всех моделях он есть. Так, давайте посмотрим с вами сам робопылесос. Здесь у него есть кнопочка, бампер подвижный. Он весь черный. Так. И сбоку должна быть кнопка включения. Вот она, кнопка включения. И можно его заряжать. Как, допустим, от самой вот такой вот штуки. То есть он на нее сам должен приехать. Либо просто вот этот вот штекер воткнуть робопылесосу туда. Допустим, если у вас маленькая квартира, вам просто его ставить некуда. Вы сами приносите, его втыкаете, он у вас заряжается. И потом там вместе с розеткой уезжает. Ну, шучу. Так. Давайте его включим. Он пикнул. Слышали? Он пикнул. У него сразу загорается вот тут. У него сразу здесь первая программа. То есть он начинает с середины квартиры, например, по кругу. И вот так вот больше, 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 больше. И все вот так вот обходит. Здесь есть кнопка включения. Давайте попробуем его включим. И посмотрим, как он будет ходить у нас с вами по столу. Чуть-чуть я отодвину. Вы видели? То есть он... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Наслешит сейчас. Блин, я очень сильно боюсь. Испугалась. Вы, в принципе, видели все сами. Он доходит до края стола и останавливается. Идет дальше. Доходит до края стола и останавливается. Он даже не врезается в стену. Он даже об нее не бьется. Он чуть-чуть доходит. И назад идет. Доходит. И назад. То есть у него есть даже датчик падения. Датчик преграды. То есть он не ударяется, как, допустим, ходят остальные. Пылесос. Там бум. Поехал дальше. Бум. Поехал дальше. Ударяется. И для мебели это не очень. И для пылесоса это тоже не очень. Самое главное. Вы, наверное, услышали, что он работает очень-очень тихо. Очень тихо. Его вообще будет просто не слышно. Да. Также забыла сказать. Конечно, стоил он 18 тысяч. Вот почему я их заплатила. Потому что это китвард. И второе, то что его можно одновременно и пылесосить он может. И мыть полы. Это классно. Так. Давайте сейчас с вами разбросаем ему какую-нибудь каку. Козявки всякие. Так. У нас это будет немножечко риса. И немножечко гороха. И давайте его включим. Проверим, как же он у нас с вами с этим всем справится. КОНЕЦ Честно, немножко страшно, что он сейчас упадет со стола. Страх, конечно же, у меня остается. Он, смотрите, собрал все полностью. Но весь этот горох с рисом просто разлетелись по всей кухне из-за этих усиков. Ну, видимо, так все-таки должно было быть. Вот. Но, тем не менее, он все собрал. Давайте. Давайте с вами посмотрим, что же у него там. Что он там насобирал. Ой. Да, все там. Все здесь. Так. Теперь я хочу проверить вместе с вами, насколько он все хорошо моет. Для меня это самый важный момент. Здесь у него есть штучка такая. Оп. Смотрите. И просто спокойно наливаете водичку. Пойду налил. Так. Вот, смотрите, я набрала водичку в эту штучку. Набрала ей фильтрованную. Там видно, что она есть. И так же тряпочку я намочила. Намочила вот так вот не снимает. Там есть... Она еще вот и на липучках. Крепится довольно хорошо. И давайте проверим. Ну, конечно, раз уже тряпка мокрая, я думаю, что полы помоют он просто великолепные. Нажимаем кнопку. Немножко страшно все равно. Так, сейчас я вам хочу показать, насколько все-таки уборка у него влажная. Сейчас мы камеру с вами снимем. Ну, тут прям видно полы такие довольно... Не полы, вернее, а стол такой мокрый. Конечно же, будет у нас с вами еще вторая, не вторая, даже часть, а продолжение, как он пойдет пополам. Сейчас я хочу вам просто поближе так показать. Куда ты пошел? Водичка. Вот так. Вот так, короче, мой. Смотрите. Ну, пока тряпка мокрая, конечно, подальше пока есть воды. Все пока что влажненькое. И это очень хорошо. Посмотрим, как он будет дальше в дальнейшем работать. Немножко здесь, кстати, осталась полосочка. Прямо он, видимо, хорошо собирает. Так, давайте посмотрим, собрал ли он остатки грязи. То есть, действительно, он два в одном или нет. Так, смотрите, вон там. Покажу. Вот видите, горох лежит там. То есть, пылесборник и тряпка два в одном. Вы представляете? То есть, пылесос два в одном. Это шикарно. Это очень шикарно. Так, давайте с вами пройдемся по нашему с вами пульту управления. Здесь я уже немножко в инструкции посмотрела. Есть вот тут кнопочка посерединке. Это оказывается. То есть, как обычно мы с вами моем полы туда-сюда, туда-сюда. То есть, не как во всех обзорах говорилось, что сначала он идет в одну сторону, потом в другую, потом туда, потом туда, потом туда. Я думаю, неужели он так дома? Ну ладно, куплю, посмотрю. Оказывается, вот как. Это очень классно. Меня это устраивает. Потом вдоль стен кнопка. Это вот она вдоль стен. Допустим, вам нужно сначала пройдет вдоль стен, а потом вы нажимаете вот это, и он уже ходит. Или, допустим, вот это. Он сначала все прошел, все прошел. Потом нажимаете вдоль стен, и он еще как следует вдоль стен проходит. И, конечно, по своей оси, постепенно-постепенно, это у нас последняя кнопочка. Здесь у нас, чтобы он вернулся домой. Это очень классно. Что, допустим, срочно вам нужно уходить на работу. Он где-то там непонятно где ходит. Вы нажимаете быстренько вернись домой. Мне надо уходить на работу. Что ты тут будешь ходить без меня? Нажимаете, и он возвращается на базу. Вот. Здесь Макс, это максимальный. Допустим, ковры у вас, если почистить надо, очень будет он хорошо прям чистить, наверное. Это как бы сильное такое. Так. И здесь вот по настройке часов. Не часов, а по времени, чтобы он у вас убирался. Допустим, вы хотите, чтобы с работы вы приходили, допустим, и всегда было все чист. Это удобно. Допустим, поставить его там. Ну, вы уже будете знать, сколько времени ему хватает на уборку. Большой квартиры, например, чтобы подзарядиться. Пошел снова, может быть, как-нибудь так. Вот. И вот это вот уже управление, допустим, вы увидели, что он что-то там, пятно какое-то оставил. Вы можете его отправить обратно. Вот он, видите, идет. Тормознул. То есть, в принципе, вот он ходит. Но с вами мы это еще проверим уже на полу. Будем проверять. Да, кстати, он пошел без фильтра. Он может спокойно идти так вот, да, собирает грязь и за собой просто так. Какую стройку оставить, если у вас он вдруг сломался. А вы потом все соберете. Вот. И теперь давайте мы с вами посмотрели. Может быть, конечно, обзор получится очень сильно длинным. Посмотрим. Теперь посмотрю я его в деле. Что, как было. И буквально через секунду вам расскажу его минусы, плюсы. Мы с вами еще раз его посмотрим. Как он уже работает у нас. Как он ходит у нас по квартире. Это будет очень интересно, мне кажется. Так что не прощаюсь с вами. Вот, пожалуй, смотрите, он пошел. Пошел, пошел, пошел. Видел. Бум. Холодильник не заметил. Здесь, смотрите, он как свернул. Он реально свернул. То есть там вот тут находится небольшой уголок. Он свернул. Идет дальше. Что-то его остановило. По всей видимости, он металлические предметы не видит. Он различает только деревянные, пластмассовые. Смотрите, пошел на базу, у него уже устало не зелененькое, а красненькое. Он медленно-медленно туда заезжает. Все, заехал. Так, вакуумный робопылесос. Что у нас здесь? Резиновая трубощетка. Тонкий корпус. Низкий уровень шума. Влажная уборка. Тройная фильтрация. Моющий пылесборник и фильтры. Две боковые щетки для чистки плинтусов. Датчики препятствий. Датчик обнаружения поверхности. Программирование. Графика уборки. Четыре программ уборки. Автоматическая, локальная. Вдоль стен. И максимальная сила всасывания. Вы представляете? И это все в одном робопылесосе. С этой стороны коробки у нас с вами модель. Блок питания. Вот какой. Мощность резины. А сколько? 20 ватт. Аккумулятор какой? На 2400. Время зарядки 4-6 часов. Ну, ночь он у вас может заряжаться. А с утра уже начинать убираться. Пока вы там на работе. Или еще когда-нибудь. Время работы 120 минут. Аккумулятор какой-то веселый тип. Он еще будет коридор долгий. Пошетте, смотрите. Думс. Думс. Мопсик наш любимый. Ну и конечно же сам пылесос. Давайте его посмотрим. Он везде ударялся. Везде, где только было можно. Ну, нет, нет, конечно. Он в основном об стол. Металлические ножки. Он там ударялся. Такой, кстати, пыльный. Но не сильно. Вчера я мыла полы. Но тем не менее он нашел еще пыль. Нашел грязь. Не знаю, где он ее взял. Смейл протрем вот так. Ну, бампер, кстати, у него. А, ну тут у него прорезиненный. Чуть-чуть. А, нет. Пыль просто. Просто пыль. Нет, кстати, нормально. Я думала, он будет весь исцарапанный. Потому что он проходил мыл несколько раз. На кухне он только раза три, наверное, был до сегодня. Коридор, по-моему, три раза. В комнате детской, в нашей комнате. То есть он раза по три, наверное, прошел. Батарейка у него не села. Я подумала, пускай отдыхает. Он уже все прошел. У него смысл. Вот. Просто его отключила. Он пришел сюда. Его здесь выключила. И все. О, смотрите, я выбрался. С под стула. О, смотрите, я выбрался. Я выбрался. О, смотрите, я выбрался. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Арт Мания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. И с вами был канал Арт Мания. Всем пока-пока.